Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Сейчас в Майами уже 11 ночи, но видео очень срочное. Оно будет актуально именно к завтрашнему дню, поэтому я уже сегодня его сниму. Единственное, что у меня на айфоне садится батарея, и я боюсь, что может оборваться видео. Тогда уже досниму вторую часть. Скажу домой, заряжу телефон и досниму. Поэтому имейте в виду, что может быть вторая часть этого видео. Итак, завтра на телеканале «Россия» выходит фильм, который называется с таким громким названием «Биохимия предательства». И так получилось, что я оказался тоже в этом фильме. Сейчас расскажу предысторию. Это будет очень интересно послушать. Наверное, с полгода назад, я думаю, ну, может быть, начало осени это было, того года, когда мне позвонил журналист, он представился, что он с одного из государственных телеканалов, и он хочет снять документальный фильм о русских эмигрантах. Я был немножко удивлен, как бы это не в рамках путинской пропаганды, чтобы снимать фильм о том, как живут русские в США. Но, однако, я согласился, думаю, ну, может, там как-то очень без политики сделают. Все как бы просто о жизни, о быте и так далее. Он прилетел. Прилетел он с оператором. Причем он мне очень понравился. Это журналист, да, вот его Костя. Мы с ним как-то так сдружились даже за несколько дней, что он меня снимал. Он не в один день все снимал. Я даже часть видео, там, Аня, моя сестра, на телефон там кое-что снимала и выкладывали на канал «Русская Америка», а не есть там эти сюжетики. Ну, и он начал расспрашивать, там, чем я занимаюсь в США, какая у меня жизнь. Ну, в общем, такие какие-то вопросы. Ну, потом как-то вот все начал уходить в политическую тему и почему-то даже в военную тему, что меня как бы немножко удивило. Ну, я отвечал на вопросы, которые он мне задавал. При этом он сам сказал, что ему нравится Америка, что он тут учился в США, что он прям вот фанат Нью-Йорка, много раз сюда приезжал. Ну, как-то вот было интересно. А потом посмотрел, что он пропал куда-то, да, после этого, того, как он снял это видео. Ну, и, конечно, когда мне сегодня один из моих зрителей, который живет там в Сибири, там, позже, точнее, раньше показывают сюжеты, скинул программу «Неделю» с господином Киселевым, главным агитатором путинского режима. И там был анонс этого фильма. Я, конечно, был удивлен, как вычленили мои слова из контекста и вставили в этот фильм, который назвали с таким названием, как «Биохимия предательства» и связали мою жизнь в Америке с, почему-то, с предателями, которые переходили на сторону Гитлера. Вот такая вот журналистика в России. А что я там говорил и какие фразы... Во всяком случае, я не видел еще пока фильм, фильм только завтра выйдет. Я вот видел только анонс. Может быть, фильмы еще там какие-то, они склейки сделали. Но это как бы часто делают, это особенно в стиле телекомпании НТВ. Ну, так получается и уже в стиле канала «Россия», да и «Первого канала». Ну, всех государственных каналов. То есть они спрашивали у меня такой вопрос, например. У меня уже мне тяжело говорить, я сегодня столько наснимал видео, что, тем более, уже очень поздно. Поэтому я немножко, ну, говорю так, заикаюсь. Вопрос задали такой. А вот если бы сейчас началась война между Америкой и США, вот на чей бы вы стороне... Вы пошли бы как бы на стороне Америки или вы на чей бы стороне воевали? Вот. Я сказал, что на стороне России я бы не воевал, потому что я не буду воевать за режим путинский, да, за то, что награбили его чиновники, за то, что... Америки. Америки.